Когда-нибудь мы, правда, построим, поставим огромный памятник с санкциям. Здравствуйте, дорогие мои. Как обычно, последние два года это бывает. Интересная выдалась неделя. Ну, о чем я говорю конкретно сейчас? Сейчас, прежде всего, Владимир Владимирович Путин сказал нам, что пойдет в следующем году на выборы президента России. Причем сделал это практически сразу же, как только были официально утверждены даты выборов. Первым и без всяких интриг и разговоров, что я считаю очень правильно. Потому что не время сейчас для гамбитов, для всяких интрижек. Нет, четко и ясно. Я, в принципе, не понимаю, зачем сейчас выборы, есть ли альтернатива какая-то, но очень правильно. Сразу поставлена точка. Иду. Это раз. Но, безусловно, наряду с этой новостью, прямая линия с президентом Российской Федерации. Очень важное событие. Очень. Об этом можно долго говорить. И уже к выходу нашего выпуска будет каждая косточка, значит, уже обсосана, и все будет рассказано. Я вам просто скажу, на что обратил внимание я. Мы остановимся на каких-то тезисах, но самое главное. Самое главное, что я увидел уверенного в себе, уверенного в нас, человека в хорошей физической форме, человека спокойного и человека самоироничного. Это очень важно. Ироничный человек – это тот, который, во-первых, умеет посмеяться над собой и с юмором оценить все окружающее. Это показатель ума, мудрости. Ну, об этом мы много знаем уже за эти 20 с лишним лет. Но то, что именно в этой ситуации, 23-го года, декабря месяца, он такой, мне кажется, вселило уверенности в друзей, в друзьях, в нас, в гражданах, в том, что все будет хорошо намного больше, чем если бы вот каждую... Это было бы очень подробно. Просто есть картинка, есть человек, который отвечает. Четыре с лишним часа. И как он отвечает. Это у меня чисто профессиональный интерес. И вот как профессионал я видел то, что я перечислил только что. Так что поздравляю нас с вами, с нашим президентом. Было много важного сказано. Очень важного. И одной из главных задач президент назвал и сказал об этом укрепление суверенитета России. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует. И в котором существовало тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Казалось бы, да, мы об этом говорили и слышали много раз. Но я поймал себя вот на какой мысли. Ведь Путин это говорит каждый раз. И говорит спокойно, твердо. Словно он увидит, что до этого не все поняли, что он сказал. Нужно понять, что именно говорит нам президент. Это не общие слова. И не только нам, кстати, говорит. За этими простыми словами скрывается на самом деле больше, чем разговор о том, что происходит сейчас на Украине. Об этом мы дальше поговорим. Речь, понимаете, о чем-то гораздо больше. Речь о своих самолетах. О своей науке. О своей электронике. Своей фармакологии. О своем производстве всего самого-самого необходимого для жизни и развития современного человека. Что было уничтожено после развала Союза. О своей связи, спутниках, своих передовых технологиях. Обо всем, что обеспечит реальную независимость и развитие нашей страны. Мы многие годы находились в том положении, состоянии. Во многом из-за того, что у нас не было этой независимости. И на глобальном уровне, и, что не менее важно, на бытовом. Мы ходили одетыми во все, что производили не у нас в стране. Отпростите трусов да курток. Если посмотреть на обычного россиянина образца 2000 года, да и сейчас тоже. Во что он одет? На чем передвигается? Да включая и поезда, и самолет. Что у него дома из бытовой техники? То можно было бы сделать вывод, что он, может, американец, может, китаец. Ну, кто угодно, но не гражданин России. Все откуда-то вы, может, на это можете сказать, что, ну, так во всем мире. Да, наверное, так во всем мире, потому что глобализация обуяла мир. Но мне интересно, как это у нас. И если вдруг, знаете, как в той песне, завтра война, завтра в поход. У нас есть что-то, есть все это заменить чем? Потому что я хочу независимости для своей страны. И в этом я созвучен с нашим президентом. Уверен, что и вы в большинстве своем хотите именно этого. Кстати, спасибо, вот хочется сказать, так называемым западным партнерам. Спасибо, когда-нибудь мы правда построим, поставим огромный памятник с санкциям. И будем туда цветы носить, и радоваться, танцевать, плясать. Потому что не было бы санкций. Не было бы этого нажима, этой русофобии, этого расизма по отношению к русским. Да разве бы мы добились того, о чем говорил на этой прямой линии Владимир Владимирович Путин? Разве бы мы начали бы, наконец, укреплять свой суверенитет? Говорить о реальной независимости? Нет. Спасибо, ребята, я говорю западным, за то, что нас разбудили. Ну, там было сказано у Владимира Владимировича про... Мне очень важно, это было про Украину, в той части, когда будет мир. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Важная информация. Важно было, как сказано. Это ответ всем тем, кто очень надеется на то, что мы пойдем на договорняк. Мне кажется, в этой фразе все высказано, что Стамбула не будет, ситуация вообще другая. Мы доказали миру, а главное себе, что мы можем противостоять. Это был очень сложный момент, очень сложный период. Но мы доказали с Божьей помощью и с помощью людей, которые за это отвечают в нашей стране. Двух вы точно знаете. Это Путин Владимир Владимирович и глава исполнительной власти Мишустин Михаил Владимирович. Абсолютно точно понятно, что самым главным валом сложности было мы справились. Это радость для нас и большущая грусть для тех, кто хотел нас уничтожить. Значит, договорнячок невозможен. Я так это понимаю. Будем разбираться по ситуации. Пока что ваши предложения нас не интересуют. Очень хочу еще заметить, подчеркнуть, что Владимир Владимирович сказал про Одессу. Одесса вообще, говорит, русский город. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, мы придумали всякую чушь историческую. Конечно, Владимир Владимирович, мы знаем. Много-много лет знаем. Я добавлю, что и Киев тоже русский город. Но это уже как пойдет. Много было сказано. Знаете, я не хочу так подробно останавливаться. Хотя, видите, пришлось и нельзя без этого, с другой стороны. И о мигрантах. И о том, как у министра с яйцами. Ну, много куриными. Много-много разных интересных вопросов было. Их 67, что ли. Владимир Владимирович ответил на 67, кажется, вопросов. Может, я ошибаюсь. Всего было за 1 миллион. В общем, там огромные цифры. Но знаете, что и на что я обратил внимание? Как в хорошей пьесе, как в хорошем фильме. Драматургия, она выстраивается же, да? А здесь точно это было не выстроено. Но так попасть замечательно. Когда Андрюша Колесников, это журналист Пула, известный, замечательный, заслуженный журналист, спросил по поводу, что бы вы сказали себе в 2000 году, Владимир Владимирович? А чего бы вы предостерегли? Он сказал, надо верить в русский народ, в российский народ. Вы знаете, я понял, что... То есть я это и знал вроде, но он сформулировал как-то очень просто, четко, коротко. Ведь вера самое главное. Вера в самом широком смысле этого слова. Ну, ведь я вспомнил, отчего мы развалили свою страну. Моя страна – Советский Союз. Да потому что нам пять лет размывали веру в наших дедушек, бабушек, в пап, мам, в то, что они делали. Обо всем, о чем мне рассказывалось эти пять лет, из всех утюгов, из всех журналов и журнальчиков, газеты-газетенок, с трибун, съездов народа нам рассказывали, как мы неправильно жили, и мы, и наши отцы, и наши деды, и как все заслуги, которые нам-то казалось, мы считали, что это заслуги. Нет, это кровавая баня, это резня, это слезы, это депортиция, депортированные народы, это уничтожение там насекомых, это вера убивается достаточно легко, если ее уже подмывают десятилетия ну такого не очень честного отношения к той идее, с которой когда-то в семнадцатом году большевики пришли к власти. Подмывается. А когда тебе говорят, что надо верить, ведь что такое народ? Русский народ, российский народ, это я, это вы, это вот все, кто здесь, в этой студии, и за дверями студии. Это про нас. Мы должны в себя верить, и мы обязательно должны... А что такое русский народ? Это мессианский народ. Это не значит, что мы к кому-то относимся хуже или лучше. Нет, мы не лучше и не хуже. Но так сложилось. У нас всегда есть миссия. У нас должна быть миссия. Мы проваливаемся и разваливаемся, когда у нас нет миссии что-то дать всему человечеству. Про это слово вера. Как только ты начинаешь верить, ты становишься сильнее. Поэтому, дорогие мои, я вслед за президентом предлагаю поверить в себя. В себя. В себя, как в ту микроскопическую наночастицу огромного, великого русского, российского народа. Добавлю только то, что прошу вас беречь себя. Это очень важно. Очень. Беречь близких. Дарить любовь. Тут я совершенно не оригинален. Кажется, все свои выпуски я заканчиваю одинаково. Я же об этом всегда говорю, согласитесь. Всегда говорю, но каждый раз повторяю это, ибо считаю, что это и есть самое главное. Любите себя. И есть тогда шанс, что вы будете любить окружающих. Относитесь, пожалуйста, халатно к своему здоровью. И хоть и выросла продолжительная жизнь в России, как отметил Владимир Владимирович Путин, все же здоровье, свое здоровье – это ответственность каждого. Ну и нашим бойцам на фронте здоровья и сил. Дорогие мои, мы ждем вас с победой домой. Ваши близкие вас ждут. И всем нам скорейшей победы. Ну и не переключайтесь, ибо некуда.